Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 9 января По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают праздник Родогощ По народному месяцу слову Степан В этот день христиане чтут память святого апостола Стефана, первый век Стефан считался покровителем домашнего скота, особенно лошадей На Степанов день поили лошадей через серебро, чтобы не болели и были добрыми На могутность, на резвый ход весной, борозде с сахой бараной В деревне мальчишки носили по домам охапки сена, оставляя в каждом доме клочок для коровы А хозяева их за это угощали Также по углам двора ставили осиновые колья, чтобы нечисть не могла подойти к дому и хлеву Дождись Степана, станешь паном Говорили когда-то люди сердобольные тем, кто не имел своего хозяйства Или оно по какой-то причине в опадок приходило Дело в том, что день этот считался одним из основных годовых сроков для найма работников А на севере России в это время проходили выборы пастухов, с которыми принято было заключать договоры В том числе и об оплате, которое крестьянам порой в копеечку выливалось Хороший пастух в те времена сын не был, словя человеком солидным и уважаемым Поэтому деревенские хозяйки с радостью отдавали в подпаски своих подрастающих сыновей Говоря им при этом В пастухи наймешься, вся деревня в долгу Во все времена любящие матери, заботясь о будущем своих детей, желали им здоровья, счастья и благополучия Но, к сожалению, жизнь не всегда складывается так, как того хотелось бы Недаром же говорят, человек предполагает, а Бог располагает И видно, не только на земле судьбы людские решаются В древности считалось, что все пастухи – слуги, в некотором смысле, жрецы Велеса Издревле в народе полагали, что они не совсем люди И занимают промежуточное положение между человеком и лешим, который пасет лесное зверье И действительно, по роду деятельности пастухи входят в договор со зверьми и лешими Которые помогают пасти стадо, следят, чтобы оно не расходилось В задачу пастуха входило не только уберечь стадо от зверья, но и поставить ограды круг своего стада От беса и бесихи, полевого злого духа и пострела От лихого глаза и лихия думы злага человека От черница и черницы, от попа и попадьи худого глазу От дьякона и дьяканицы, от пономаря и пономарихи От просвирни, от девки простоволоски и так далее Иначе говоря, весь церковный штат не менее опасен для стада, чем бесы В начале мая, при первом выгоне скота в поле, пастух с отпускной книгой, струбой, ботагом, железом, камнем, водой, сеткой и другими предметами Обходил стадо и читал отпускной заговор И все лето скот ходил хранимой силой этого слова Без такой отпускной книги пастуху скот не доверяли После обхода пастух все лето обязан был хранить ритуальную чистоту Иначе обход терял свою силу Чистота требовала, чтобы пастух не занимался никаким побочным делом, кроме пастьбы Не собирал грибов и ягод для продажи, не пил спиртного, не общался с женщинами Даже в XIX веке на него налагались такие требования Пастух рассматривался как человек нравственный и существующий вне человеческого сообщества Случилось так, что в этот период славяне еще отмечают победу бога Велеса над Кащеем Который похитил его супругу Сиду Велес победил Кащея и все его войско с помощью своих друзей В той великой битве прославились духи деревьев и звери, ведомые Велесом и Святобором С тех пор бог Велес почитается владыкой лесов, животного мира, богатства Также в это время еще продолжались молодежные вечеринки Во время святок, несмотря на запрещение церкви, в России было принято калядовать Рядиться, устраивать игры, ходить по домам, будить спящих, поздравлять с Рождеством калядой, шутить, петь песни Угощались в этот день калядками, маленькими пирожками из пресного теста с разными начинками А также медовыми пряниками Обязательным атрибутом праздника были фигурки из теста в виде коров, овец и пастухов Ими украшали стол и дарили их родным Не забывали и за погодой наблюдать, а потому примечали На Степанов день идет снег, к ненастью и мокрой погоде Ини на деревьях в первые три дня рождественских праздников к обильному урожаю хлеба Ясный день, сильные морозы к хорошему урожаю А еще говаривали Пришел Степан, на нем красный жупан Это означало, что стоило ждать морозов А по одному из древних календарей славяне в этот период отмечают родогощ Считалось, что после освобождения наших предков, завлеченных в пекло обманом Гостили они в это время у своих родичей на земле А потом отправлялись в высшие миры славе для дальнейшего развития Поэтому этот праздник и называли родогощ Когда члены нашего рода и сам бог Перун приходят к нам в гости В этот день роды вспоминают своих предков И младший в роду дарит подарки старшим Помните и чтите богов и предков своих, славяне! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok